С 1 октября автолюбители смогут предъявлять водительские права в электронном виде. Но бумажный вариант необходимо иметь при себе. Что же это значит и зачем тогда введены электронные права? Дело в том, что запуск сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении Госуслуги Авто – проект тестовый. Поэтому предъявить документ инспектору на экране телефона можно. Правда, взамен у водителя могут запросить оригинал. В самой Госавтоинспекции комментировать нововведение не спешили, ссылаясь на то, что проект еще пилотный и требует доработки. В настоящее время использование водительского удостоверения в электронном виде не освобождает водителя от установленной пунктом 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации обязанности иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительского удостоверения в оригинальном виде. Отсутствие у водителя документов на право управления транспортным средством в оригинальном виде даже при наличии таких документов в электронном виде влечет за собой ответственность, установленной частью 2 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Получается, без оригинала автолюбитель получит штраф в размере 500 рублей или же предупреждение. Ведь электронное водительское удостоверение пока никак не фигурирует в действующих правилах дорожного движения. В настоящее время уже есть электронный ПТС и полис ОСАГО, поэтому введение цифровых прав уже давно назрело. Как отметил глава ГИБДД России Михаил Черников, автомобилисты положительно оценили сервис. Поэтому сейчас в ведомстве работают над тем, чтобы электронные удостоверения стали легитимными в полной мере. В целом достаточно удобно, наверное, если так вот дома забыл. Можно, наверное, сотруднику предъявить все-таки в электронном формате какой-то. Как я понимаю, это через госуслуги, которые сервис. Ну, на первый взгляд, достаточно удобно. Как это будет реализовано по факту, тут уже нужно будет смотреть в дальнейшем. Полная замена бумажных прав на электронные будет возможна только после внесения поправок в ПТД. А пока же автолюбителям стоит не забывать свои права дома. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.